В Петропавловске разработали проект озеленения парка первого президента, который в народе называют старым парком. Правда, вместе с высадкой молодых саженцев там продолжают выкорчевывать вековые деревья. Но далеко не все жители города поддерживают инициативу местных властей. Почему, узнавала Нургуль Ахметова. Вы видите, вот эти отверстия, это те места, где дятел вытаскивал червяков. Соответственно, все это дерево изнутри гнилое. Этому клену почти 80 лет, говорит Владимир Козлов, член городского общественного совета, который долгие годы работал над развитием парка культуры и отдыха Петропавловска. Место досуга негласно делится на две части. В одной из них шумно и весело, там мир аттракционов, а в другой тихая и спокойная атмосфера. Лавочки, фонтаны и около 8 тысяч деревьев. Смотрите, ведь все деревья наклонены на аллею. Ждать ветра не стоит. Можно просто сделать санитарную очистку полностью и сделать подсадку. Вот на мой взгляд, вот эта аллея самая опасная. Впрочем, гуляя по этой аллее, вряд ли кто задумывается об опасности. В основном все наслаждаются красотой раскидистой кроны, которая в жаркие дни спасает от палящего солнца. Но в Ахимаде подсчитали, что каждое восьмое дерево в старом парке аварийное, и здесь решили продолжить санитарную чистку. Есть деревья, которые создают опасность людям, жителям, которые создают угрозу. Их составляет 69 штук. В текущем году запланировано. За место них предусмотрена посадка новых деревьев, саженцев, хойны, лиственные породы, более 500 штук. Также устройство газона площадью 3,5 тысяч метров квадратов. Пару лет назад в старом парке, который теперь переименован в парк первого президента, уже проводили так называемое прореживание. И спилили не один десяток деревьев. Это вызвало негативную реакцию общественности. Вот и сейчас горожане переживают, что их любимое место отдыха превратится в одну сплошную брусчатку. Вообще в городе очень много вырубили деревьев. Непонятно по какой причине. Ну просто вот, я бы сказала, город полысел. У нас же ведь старейший парк в нашей стране. У него же интересна история его создания. И как бы вот он дорог нам, жителям. Здесь мы выросли. А получается, что судьбу парка зачастую решают люди, которые вообще далеки от нашего города. Душу старожилов греют черно-белые снимки. Парк Петропавловска – самый старый среди городов Казахстана, Сибири и Дальнего Востока, говорит Владимир Козлов. Первые саженцы здесь высадили в 1860 году. И сейчас здесь растет более 160 видов деревьев. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Петропавловск, Хабар, 24.